Приветствую всех! Это информационный центр «Система.Инфо», где мы рассказываем о самом важном. И это обзор последних событий. Президент Зеленский готов к личной встрече с Путиным, однако без прокремлёвских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов. Об этом президент Украины заявил итальянским СМИ. Он ещё раз подчеркнул, что первым шагом России к переговорам будет отведение её войск на позиции до 24 февраля. Также Зеленский считает, что Путин уже не сможет сохранить лицо. Однако ему нужно сохранить Россию. 13 мая в Киеве пристал перед судом первый российский военный. 21-летнего Вадима Шишимарина судят по статье о нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, он убил безоружного жителя Сумщины, который просто по обочине катил свой велосипед. Шишимарину грозит от 10 лет до пожизненного заключения. Тем временем Совет ООН по правам человека проголосовал за начало расследования преступлений российских войск на освобождённых территориях Украины. По словам Верховного комиссара, масштабы незаконных убийств к северу от Киева шокируют. За начало расследования высказались 33 страны. Воздержались 12. Против только две – Китай и Эритрея. Украина начала спецоперацию по эвакуации раненых из Азов-стали. Первый этап – это тяжелораненые, их 38 человек. Ранее военные из Мариуполя сообщали, что на Азов-стали 600 раненых военных, и их количество растёт. По словам президента Зеленского, над освобождением защитников Мариуполя сейчас работает Турция, Израиль и Швейцария. В то же время бойцы из Азов-стали призывают реализовать процедуру экстракшн для их эвакуации. Возле острова Змеиной украинские военные подбили новейшее судно российского флота Всеволод-Бобров. Последние несколько дней в районе Змеиного активизировались боевые действия. Противник пытается закрепиться на острове, однако несёт потери. 6 мая украинские военные подбили российский фрегат адмирал Макаров. Ну а в середине апреля отправили на дно крейсер Москва. Украина будет бороться за остров Змеиной столько, сколько потребуется, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для России. Сенат Чехии признал геноцидом преступления российской армии в Украине. Также поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз и дальнейшие поставки оружия. Президент Чехии Милаш Земан разрешил 103 гражданам своей страны пополнить ряды вооружённых сил Украины. Заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств Евросоюза в июне. Президенты Польши Анджей Дуда и Словакии Зузанна Чапутова уже анонсировали серию визитов в страны Западной Европы, чтобы убедить их лидеров как можно быстрее предоставить Украине статус кандидата на членство. А вот позиция России в отношении будущего вступления Украины в Евросоюз изменилась. Теперь она схожа с позицией по вступлению в НАТО. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Президент и премьер Финляндии обнародовали совместное заявление о поддержке вступления страны в состав НАТО. Генсек НАТО Столтенберг пообещал тёплую встречу и заявил – вступление страны в альянс будет быстрым и гладким. Членство Финляндии в НАТО укрепит как Западный военный альянс, так и саму Финляндию. А вот президент Турции Эрдоган выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он считает скандинавские страны приютом для террористических организаций. Газпром останавливает транзит газа в Европу по территории Польши. Причина – санкции, которые ввёл Путин против владельца польского участка газопровода «Ямал-Европа». В прошлом месяце «Газпром» полностью прекратил поставки польской компании PG&G и болгарской «Булгаргаз» после того, как они отказались рассчитываться с Москвой в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул Москве газовый ультиматум. Он пригрозил отобрать у российского «Газпрома» подземное хранилище в Зальцбурге. Оно способно вместить 2,4 миллиарда кубов газа. Однако на данный момент пустоит. Совет национальной безопасности и обороны одобрил конфискацию российских госбанков в Украине. Речь идёт о почти 100% акций Проминвестбанка и 100% акций Международного резервного банка, принадлежащих Сбербанку России. Алина Кабаева попала под санкции Британии. Об этом пишет «Гардиан». Бывшую гимнастку СМИ уже долгие годы подозревает в тайных любовных связях с Путиным. Ограничения также коснутся двоюродного брата российского диктатора и его бывшей жены. В целом, санкционный список Великобритании теперь включает более 1000 физических и 100 юридических лиц из России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова